На проходящей сессии Законодательного собрания Вологодской области в бюджет на 2017 год внесены принципиальные, на мой взгляд, изменения, касающиеся поддержки сельского хозяйства. Дополнительно выделено и одобрено депутатами 65 миллионов рублей на поддержку программы растеневодства. Мы с вами прекрасно знаем, какой сложный и очень тяжелый в климатическом и природном плане был этот год. И, конечно, результаты растеневодства очень грустные. В этом году мы собрали 139 тысяч тонн зерна. Это 66% смогли обмолотить от посевной площади. И, соответственно, урожайность крайне низкая – 16,7 центнеров с гектара. Если мы говорим про прошлый год, это было 20 центнеров, в позапрошлом – 22. Соответственно, этого количества зерна не хватит нашим животноводам для того, чтобы прокормить имеющееся поголовье, имеющееся стадо. Поэтому, как и в другие более удачные, успешные годы, мы закупали фуражное зерно в других регионах, но в этом году этот объем будет значительно выше. Поэтому вот эта поддержка, она крайне важна и крайне нужна аграриям и, в первую очередь, тех, кто ориентирован на животноводство. Кроме того, нужно добавить, что вот эти же аномальные природные условия, они уже оказали свое влияние и на урожай 2018 года. Нужно отметить, что в этом году мы подняли зяби всего лишь на 68% от запланированных объемов. Более того, мы в недостаточной степени засыпали семенного зерна, где-то порядка 78%. То есть, выделенная сумма, вот эти 65 миллионов рублей, они пойдут в виде господдержки сельскохозяйственным производителем для того, чтобы в первую очередь они закупили зерно и во вторую уже на иные цели направили эти денежные средства. То есть, каждое хозяйство в принципе по своему усмотрению, но все это будет связано в той или иной степени с поддержкой растеневодства и с поддержкой животноводства. Субтитры создавал DimaTorzok